Кандинский обновился до версии 2.0. Я не смог пройти мимо этого события и решил сделать курс по Кандинскому. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Для тех, кто не знает, что такое Кандинский, это бесплатная тема для WordPress, разработанной Теплицей специально для НКО и благотворительных организаций. Для тех, кто не знает, что такое тема WordPress, тема — это практический сайт. Установив тему, вы получаете готовый сайт и вам остается только наполнить его контентом и немного изменить элементы оформления, чтобы ваш сайт стал уникальным. Большинство тем WordPress достаточно сырые, требуют серьезных усилий по доработке и зачастую привлечения внешнего специалиста. Кандинский — это не то, Кандинский — это другое. Устанавливается просто, сайт сразу готов к работе, дальнейшей работы пода настройки сайта может выполнить любой человек, и я своим курсом этому человеку помогу. Кроме того, Кандинский сразу устанавливает все необходимые плагины, например Лейку, и ваш сайт не только готов к работе, но сразу готов к приему пожертвований. Ссылка на курс по настройке Лейки в описании. Начну я свой курс, как ни странно, не с установки Кандинского, а с переустановки. Дело в том, что Кандинскому уже несколько лет на нем сделаны сотни сайтов, а текущее обновление, имеющее версию 2.0, то есть сменившее порядок. Последняя версия была 1.14.12, сменила не только порядок, но и полностью изменила конструктор. Теперь мы имеем новый Кандинский, и так как все эти сотни сайтов начнут обновляться, а владельцы задавать вопросы, я начну с них. То есть покажу, как переустановить Кандинского, тут есть ряд сложностей, при этом старая версия будет продолжать работать и, казалось бы, можно не обновляться, но зачем нужно это сделать? Дело в том, что новый Кандинский работает на Гутенберг-блоках. Это новый редактор WordPress, ну сравнительно новый, ему уже почти три года. Когда он только вышел, я делал по нему скринкаст, ссылка в описании. И там я говорил, что за ним будущее. С тех пор мало что поменялось, просто будущее уже наступило. Поэтому вы можете, конечно, и не обновляться, но это значит оставаться в прошлом. Весь WordPress мир движется в этом направлении и рано или поздно это сделать придется. Те же, кто только собирается устанавливать Кандинского, такого выбора лишены. Только новый. В конце я покажу, как установить его на чистый WordPress, я просто технически не могу это сделать вначале. Но кроме процесса установки, все дальнейшие шаги в настройке сайта при установке и переустановке одинаковые. Так что если вы только устанавливаете Кандинского, посмотрите сначала последний урок и дальше можете смотреть все начиная со второго. Такая вот у нас получается игра в классики Картасара. Итак, не буду даже рассказывать о списке тем курса, скажу просто. В нашем курсе будет все, что вам может понадобиться при работе с Кандинским. А понадобится вам может, как я уже сказал, в первую очередь переустановить его. Поехали. Начнем мы с установки плагина, который позволит перенести ряд настройок вашего сайта на новый сайт. Говорю новый, потому что еще раз, версия 2.0 это полностью новый Кандинский. После установки, если бы не было этого курса, вы бы испытали шок, потому что главная страница вашего сайта пропадет. Собственно на то и курс, чтобы шока не было, а наоборот появился энтузиазм при виде новых возможностей. Кандинский стал гибче, но за эту гибкость нужно платить. И вот чтобы плата была не такой высокой, мы воспользуемся плагином Customizer Export-Import, который позволит перенести ряд текущих настроек, но сразу предупреждаю, что не все. Что-то все-таки поедет. То есть до установки версии 2.0 в вашем текущем Кандинском вы заходите в настройки, тут Export-Import и экспортируете данные. Получаете файл с расширением DAT и дальше в него нужно внести ряд изменений, открыв, например, с помощью блокнота. Вот здесь нужно удалить слово мастер, а тут заменить 16 на 9. Все. Сохраняем. С экспортом-импортом закончили. И теперь переходим на сайт и копируем все блоки, текстовую информацию вашей главной страницы. В новом Кандинском она пропадет. Можете скопировать не только текст, но и сделать print screen страницы. Проще будет потом настраивать. Сразу скажу, что обновление не фатально, старая версия также у вас останется и вы к ней сможете вернуться, если что-то забыли скопировать. Но лучше все сделать сразу. Теперь идем во внешний вид. Темы. Добавить тему. Загрузить. Ссылку на дистрибутив Кандинского оставлю в описании. То есть вы его скачиваете, находите, куда скачали. Это zip-архив. Открыть. Установить. Все. Тема успешно установлена и выглядит вот так. Ой, скажете вы. А где же мой сайт, скажете вы. Зачем вы это сделали, спросите вы. Спокойствие, только спокойствие, отвечу я. Пустяки, дело житейское, отвечу я. Скоро все будет и лучше, чем было. Но сначала зайдем в настройки и перенесем настройки старого сайта. Выбираем уже подправленный файл настроек, импорт и вот оно. Пока мало чем напоминает старый сайт, но по мере наполнения блоками все будет восстановлено. При этом я говорил, что вам не стоит сильно волноваться о фатальности переустановки. Старый сайт остался у вас здесь в темах. А вот новый, а вот старый. Соответственно, если вы активируете старую тему, сайт у вас опять будет выглядеть как раньше. И наша задача теперь восстановить наш сайт на новом Кандинском до того состояния, в котором он был на старом Кандинском. А может даже у нас. Поскольку еще раз, теперь у вас гораздо больше возможностей и, вероятно, вам захочется обновить ваш сайт с учетом этих новых возможностей.